Световая фотокартина Абсолютно безопасное и экономичное устройство Ребята делают крутую обработку в стиле поп-арт, коллажи и фотомозаику И все это бесплатно Вы можете загрузить свою фотографию и увидите, как это будет выглядеть прямо на светильнике Также Lightbox послужит незабываемым и оригинальным аксессуаром для офиса, гостиницы и в принципе любого пространства Световые фотокартины, новый формат, оформление фотографий в интерьере Всего одна минута и постер может быть заменен на другой Экспериментируйте, вдохновляйтесь и отдыхайте Делайте сюрпризы от всей души и тогда им будут радоваться всем сердцем Выбранный с любовью подарок узнается сразу по стремлению угадать вкус адресата по оригинальности замысла Ссылка будет в описании Студия оригинальных подарков дарит радость и дарит восторг Всем привет, дорогие друзья, с вами Сергей Симонов, канал Добра и Позитива Москва, Россия, Марукамы, да-да, не удивляйтесь, лучшая лапша в городе Хоть они у меня уже не берут рекламу, но я все равно хочу сказать, что это однозначно лучшая лапша в городе Короче говоря, мы сегодня тут встретились с Андрюкой Всем привет Прошу любить его и жаловать, да, это Вуду-шоу, короче Андрей Вуду Вуду, да-да-да Ну, для тех людей, кто не в курсе, да, объясню Это автор, ведущий канала с Женей Якутом, да Ты вообще классную придумал идею Я тебе на самом деле вообще хочу сказать респект, да Потому что ты порвал просто Ютуб на части, потому что ты сделал такую интересную фишку, что до тебя вообще никто не делал То ли мозги не доходили, то ли не смогли реализовать все это дело в жизни, да То есть ты показываешь реально человека, да, его судьбу, его жизнь, да, без прикрас, без всего, то есть какая она есть Со всеми ее тяготами, сложностями там и все остальное Ну, первое, наверное, что возникает у зрителя, который сидит на той стороне экрана, вопрос, как тебе это пришло в голову вообще? Пришло в голову на самом деле совершенно совершенно А я на работе тогда еще работал, мне нужно усмотреть Да посмотри, как в офисе вообще, сидим разговариваем Да, я тогда в офисе работал, это год назад где-то об этом подумал, пошел просто на Oled KFC Ага Вот И тогда туда зашел вдруг бомж, у которого был с собой ноутбук, смартфон, наушники Балдеть Я увидел этого бомжа, у меня просто что-то как бы, какой-то диссонанс такой в голове Но это не Якут был Это был не Якут Я думаю, блин, что вообще-то, что происходит? И пока я кушал, смотрел на него, он что-то там копался не в ютубе, а в ноутбуке Думаю, блин, а вот было бы круто сделать инстаграм бомжа То есть, может, думаю, с ним договориться, он мне там фотки будет скидывать И я сделаю инстаграм, людям, наверное, будет интересно посмотреть Ну и потом забил, потому что, как бы, ну, руки не доходили вообще-то Слушай, ну, интересно вообще, вот в целом, как у тебя, например, там, твои родные, близкие, твои друзья Как к этому относятся, да, вот к этой затее, идее, поддержали или наоборот? На самом деле удивительно, но поддержали Сначала они, мы когда с Якутом записали видео первое, все сказали, что это бред вообще, помню Что это смотреть не будут, никому не интересно и так далее Я там советовался со многими близкими Но потом, когда стали это смотреть, еще раз мои близкие все пересмотрели И поняли, что действительно это, возможно, тот проект, когда есть какой-то, знаешь, цель, что ли То есть, люди реально, вдруг появился такой проект, где люди посредством Ютуба могут что-то сделать Реально могут помочь человеку, сбившемуся с пути Наставить его на этот путь истинный, как говорится Понятно, слушай, такой вопрос сразу возникает Вот то видео первое, которое ты выпустил, оно сразу пошло набирать, пошла какая-то реклама Или ты изначально просто выложил и не знал, пойдет это или не пойдет? Не, на самом деле, работа такая серьезная проводилась Я это не справаю, то есть я рекламу закупал в пабликах ВКонтакте У одного блогера в Ютубе я купил На самом деле, люди думают, что я вообще миллионы рублей на это потратил Потому что потом потратило это все телевидение И все думают, что у нас все репортажи куплены Что работает какое-то специальное диджитал агентство на этом проекте На самом деле, ребята, я вот тоже вам хочу сказать, что Вот общаясь с Андрюхой И возникает вот у меня такое чувство, потому что я с ним уже как-то, ну, было время Мы там общались, созванивались Он вообще реально все сам тащит, да? То есть я так понимаю, что у тебя нет на монтаже никого У тебя никаких людей, которые... Это моя проблема Вот сейчас, допустим, я сижу и думаю о том, что надо что-то в группу в Инстаграм выложить Там срач жуткий происходит, наверное Вот, но у меня нет ни модераторов, никого То есть, ну, в этом, да, есть свои сложности Пока сам Ну, ты вообще как хочешь дальше развивать все это дело? То есть ты хочешь там какую-то команду Либо каких-то единомышленников найти, да? Чтобы помогали тебе Или как вообще в целом? На самом деле, вот у меня... Естественно, есть желание, да, чтобы кто-то помог Но я просто понимаю, что у меня денег нет платить А на добрых началах, на добровольных люди не... Не хотят, да? Не так будут стараться, наверное, вместе это делать Тот же монтаж, да? То есть я сижу там... Потому что вот у меня, например, есть люди, которые вот там абсолютно бесплатно ведут группу Там, ребята, которые там ведут твич, например, у меня там Я, ну, ничего не клачу ни от того, что... А просто ребята сами говорят, там, мы хотим вот там в этом преуспеть Больше как-то там, ну, не знаю У многих каналов, например, мы там с кем-то просто... Мотивация не закончилась Взаимопиар, взаимопиар То есть я там, например, там рекламирую их каналы, там, еще что-то такое Мне кажется, в этом, ну, как бы за этим будущее Согласен, деньги тоже нужны, без них тоже никуда И я тоже не исключение Я также покупаю рекламу у других блогеров То есть так же на других каналах Потому что, ну, сами знаете, да? Пробиться сейчас очень реально трудно, да? На Ютубе, и чтобы быть популярным Твой вообще проект, он уникальный, я считаю? Нет, реклама, на самом деле, я больше не... Я купил всего несколько постов Но сработало? Да, ну, то есть мы просто показали людям и уже подтянулись телевизионщики И сейчас, естественно, наверное, нужно будет возвращаться по типу к рекламе Опять же, чуть-чуть газированно рекламировать канал Но я в этом плохого ничего не вижу, потому что люди должны как-то узнавать Откуда я им об этом узнавать еще? Понятно Какая у тебя вот самая такая сложность, что ли, вот сейчас вот обстоит на канале? В чем заключается вот самое-самое сложное? Ну, самое сложное, естественно, это съемки Съемки Потому что, да, потому что я договариваюсь с Женей И, к сожалению, так оно происходит, что... Не всегда нужно подстроиться там... Когда удается, да, его выловить и... Ну, я тебя понял, да Поймать, чтобы снять что-то Ну, то есть есть сложности немножко именно в плане организации С ответственностью, наверное, проблема, да? То есть для него это просто... Ну, есть, в общем, такие проблемы Понятно, я тебя понял Ну, и как ты его думаешь, как это можно решить или что, может, какие-то мысли есть? Ну, как решить... Просто нужно Жене понять И моя задача, задача подписчиков Донести, что если Женя сам не будет хотеть сниматься, да? Не будет хотеть что-то сделать Будет другой Женя, блин, да и все Да не то, что тот Или может быть? Кроме него-то, подписчикам-то это не надо Это ему нужно выкарабываться с улицы, да? А ты вообще реально сам веришь то, что вот человек, который ведет такой образ жизни, он готов поменяться? Честно верю Честно веришь? Я столкнулся, когда общаюсь с ним и с другими людьми, с бомжами, которые совсем не плохие люди, которые попали в эту ситуацию действительно из-за обстоятельств По крайней мере, возможно, да, они лукавят, да, как-то говорят, что так обстоятельства сложились Но я вижу несколько людей, которые действительно что-то пытаются сделать, но у них не получается И, возможно, с помощью такого канала, почему нет, может быть, не получится помочь Я тебя понял, да, ясно Такой вопрос вот, например, каким ты видишь свой канал через год? Просто будешь смотреть это видео через год и скажешь там, блин, да, я этой цели достиг То есть есть какая-то цель? У меня цель, на самом деле, показывать, что не все так радужно, да, и что есть какая-то еще другая сторона Не то, что вот мы в Марукаме сидим здесь и кушаем лапшу, а что люди на улице тоже что-то там кушают, да, пробирают Ну, это сейчас с бомжами у меня такая тема, но и вообще немало же людей, у которых не все гладко в жизни в России, я думаю Ну да, да Возможно, это стоит показать Проект социальный, да, его, конечно, нужно подсвечивать, так сказать, показывать, рассказывать, но я, в общем, понял одну простую вещь То, что помогать однозначно нужно, и, в принципе, мы вот сейчас уже тоже за кадром говорили, там, канал Добра и Позитива за все-таки такие вот вещи И, по-моему, Женя Якут точно так же, да Ну, это должны быть эти вещи, не только же, да, да, конечно Да, должен быть срач какой-то там, да, интриги Негатив какой-то, да Не, интриги тоже, наверное, нужны, как бы, да, без этого, ну, справедливость какая-то тоже хотелось бы, наверное, увидеть Понятно, понятно Ребят, тоже вот пишите в комментариях, какие у вас вот, например, есть ожидания, например, от канала Андрея, да, вообще по ситуации с Женей Якутом Верите ли вы в его реинкарнацию, верите ли вы в его, я не знаю, перевоплощение, так, может быть, скажем Просто вот давай, наверное, просто посмотрим, да, в комментариях, что люди будут писать Тебе вот в основном что пишут, да? Зря связался там или что? Или разные люди? Ну, сначала, понимаешь, я как, сначала я с Женей снимал, то есть просто ждал, пока он, вообще я не буду скрывать, да, Женя пьет немножко Вот, я его снимал в нормальном состоянии, всегда старался Но сейчас у меня что-то такое надломилось, то есть я решил, что я буду показывать, как оно есть Нравится кому-то, не нравится Я просто выложил последнее видео, где я вот Ну, он потерялся, потом он появился Да, я его нашел после Петербурга Встретился, и так получилось, что он там лежал немножко пьяный, да, Начал на камеру что-то там говорить, такое, что не всем понравилось Понравилось, но это жизнь, а что? Вот, да, и стали писать, зачем ты его снимал в таком состоянии Ну, ребят, я его нашел в таком состоянии, что мне, зачем мне нужно было день ждать, да, записывать Ради того, чтобы красивую картинку вам показать, и чтобы там с подписчиков на Киви что-то капнуло Да, сейчас я не скрываю, на Киви перестали что-то переводить, потому что увидели, что возможно не стоит человеку помогать Но я не вижу, ну блин, человек не может сразу измениться Должно пройти время Пока я с ним разговариваю, он говорит, что есть такое желание Ну, а вообще по поступкам будем видеть, я думаю, в ближайшее время Ну да, а сколько уже по времени ты с ним знаком? Два месяца Два месяца Ну, в принципе, довольно-таки такой большой промежуток времени, два месяца Ты вообще его как вот охарактеризуешь как личность, как человека, как вот, ну, какой он в душе вообще, ну, в целом? Ну... Справедливый? Очень хороший человек Добрый? Как вот? Я могу сказать, что он справедливый, наверное, да На самом деле, я не знаю, что мне сейчас сиренады ему передать Короче, человек, которому действительно хочется помочь Потому что, когда с ним разговариваешь, слышишь правильные мысли, правильные какие-то разговоры Вот, ну, просто он еще в душе романтик То есть, у него нет такого стремления, на самом деле, устроиться на работу куда-то Да, не, ну, понятно Я вообще считаю, что вот те люди, которые живут на улице, да, то есть это... Ну, как правильно сказать? Это люди со своей философией жизненной, да, которая... Понятно только им, да, то есть для них наша жизнь, она тоже чужда, да То есть ты его поставь в наши условия, он тоже не сможет, вообще реально На самом деле, Борж, это, как сказать, это не статус, а состояние души Ну, вот так вот, да Ты знаешь, я тоже, ну, у меня были много разных роликов В том числе мы точно так же снимали видео там Помогали тоже людям, ходили, да, по городу, там, в том числе бомжам Там кто-то нас упрекнул, типа, что вы им там водки купили Ну, реально, была зима и просто, ну... А ты водку купили? Да, мы купили, не, ну, мы деньги давали, водку мы купили То есть это тоже все было, да Добро шагает по Москве Я в этом плане, допустим, бывает, что Женя говорит, может там купишь что-то Женя, ну давай, как бы, не сейчас Но в итоге я ему, естественно, даю деньги Я на что он их тратит, ну что, 4 года ему, и я буду за ним бегать Конечно, конечно, конечно Смотрите, он там за руку держит, ну, смысл Ну, я тебя понял Ребята, смотрите, давайте мы сделаем так В принципе, это первое у нас такое интервью, да, но оно такое, отчасти не запланированное Просто вот собрались в кафе, там, да, попили компоту, да Повстречались, первая встреча Вообще, есть идея, есть желание Я ссылку оставлю на твой канал Здесь, в описании под этим видео Вы пройдите, для тех, кто просто не в курсе, да, с творчеством Андрюхи, да Да что, пацан вообще дело делает, на самом деле Давайте поддержим его Вот, я думаю, что у тебя тоже вот с этим делом ждет будущее большое И не только, я, наверное, не первый, кто тебе, не последний, кто это тебе говорит Мне кажется, тебе нужно просто немножко расширить горизонты, да Лично мое мнение, там, ты сам смотри, решай То есть, может быть, как-то больше взаимодействовать, может быть, с аудиторией Пускай они, может быть, какие-то еще тоже напишут тебе, ну, идеи, так сказать, да Для продвижения твоего канала, ну, а я тебе что, желаю удачи, вот Спасибо тебе огромное, да, встретились Ребята, от вас репост, лайк, короче, подписка на канал, на мой и на канал Андрюхи Ссылка в описании, да, в буду шоу Все, с вами был Сергей Симонов, чао, пока, скоро увидимся Пока! Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok